Поместье Доги этаж 1 Кто здесь? Чужаки, вы что, не знаете, что вы в поместье великого мага Доги? Взять их! Упо! По сути, так вы... Стоп мне, Войны Света! Что ж, если вас выбрали сами кристаллы, то кто я такой, чтобы подвергать сомнению их волю? Я должен вам кое-что рассказать. Я знаю, кто насылает на мир тьму. Это мой старый друг Занде. Мы трое, я, он и Унеи, были учениками величайшего в истории мага Ноя. Перед смертью господин Ной передал мне свои волшебные способности. Унеи получила власть над миром снов, а Занде – жизнь простого человека. Занде был так оскорблен, что решил сделать жизнь в этом мире невозможной. Он устроил великое землетрясение с помощью тайных знаний древних и силы кристаллы Земли. Но кристалла Земли больше нет. Голдер развил его. Что? Ах да, это был обычный камень. Я заколдовал его так, чтобы он производил золото. Настоящий кристалл Земли цел, ему ничто не угрожает. Занде вознамерился лишить мир света. Он пытается использовать ему ради собственной выгоды. Как же страшно падение великих. Нельзя допустить, чтобы он нарушил ронейси мира. Я пойду с вами и помогу вам добиться цели. Долго присоединяется к отряду. Так, отлично. Мне нужно попасть в пещеру Круга. Чтоб туда войти, понадобится заклинание Мини. Свеча в моих покоях откроет тайный проход в пещеру. Так, вот здесь можно... Так, что у нас здесь? Один предмет. Здесь можно вроде как поспать, восстановиться. Как раз то, что нам и нужно было. А нет, здесь восстановиться-то нельзя. Чем могу служить? Можно покупать зелье. Так, и какую-то магию. Сцеление 2. Так, уже есть и есть. 6 уровень. Наносит воздушный урон. Так, мы возьмем. Добавляйте от окаменения. Увеличивать скорость. Так, ну скорость возьмем, да. И на антикар акаменения тоже возьмем. Так, здесь у нас что-то наносит огненный урон. Поражается ли ядовитой слизью, изгоняет врага или переносит отряд на предыдущий уровень этаж. Здесь только, наверное, пожар возьмем. Ядовитой слизью. Не пускай просто будет пожар. Хотя, в принципе, деньги есть. Поражается ли ядовитой слизью, изгоняет врага или переносит отряд на предыдущий уровень. Пусть будет. Так, продать нам. Нечего такого, чтобы прям хорошо было. Освы только больше продавать нечего. Так, магия выучить. Сначала у нас будет воздушный урон. Ускорение. Акаменение. Так, огненный. Ядовитый. Так, нам бы, конечно, хорошо было остановиться. Водянушку мне занды не остановить. Не знаю, сколько еще мне осталось. Возможно, мне и до пещеры круга уже не добраться. Здесь вода из священного источника Купо. Поскольку вы несете в себе свет кристалла Купо, один глоток исцелит любые раны или даже вернет к жизни. Отлично. Очень, кстати. Так, пришли в себя. Вот это нам надо было. Ванны нету установлены. Сюда. Теперь все отлично. Пещера круга соединяется с миром тьмы. Она кишит чудовищем Купо. Надеюсь, господину Дога ничто не угрожает. Нет, господин Дога, прошу, не ходите. В пещеру Круга. Прошу вас, Купо. Там слишком опасно. Найден он в Строзилье. Так. Мы там еще не все посмотрели. Господин Занде был хорошим человеком, но дар в виде жизни простого человека, полученный от господина Ноя, так расстроил его, что он ушел, не попрощавшись, Купо. Госпожа Унея, страж мира снов, она спит в святилище на юге Сарония, Купо. Ее мы видели. Господин Дога сказал нам, что великое землетрясение вызвал господин Занде, Купо. Так, что? В воздухе запахло Чукоба. А, ну это мы сейчас... Непонятно. Призовем его. Так, а где у нас? Кесальская зелень. Здесь, наверное, появится. Ну, а появляется Жерничок Коба. Но он нам не нужен. Так. Как думаете, пролезем? Это вряд ли. Может, снова уменьшимся. Как-то сюда пойдем. Магия. Использовать мини. Хорошо, все уменьшились. Пойдем. Ущерок круга уровень 1. Так, наверное, уже можно вставать. По карте. Да, наверное, обратно уже возвращаемся. Так, а нельзя так вернуться обратно, да? Так плохо. Когда человечество по глупости взяло в руке оружие, сила которого не могла управлять, это оружие заперли в Эврике. Но теперь в нем возникла нужда. Так, ладно, что будем убегать? Крыжок. Крыжок тоже недоступен. Так, кто-то может мог гибеть? А много ли ты нанесешь урона? А, ну, стандартный урон, а значит. Так, ну, тем не менее, мы будем просто побег делать. Так, и здесь у нас сундуков предметов нет. С пикартомом открыто, мы знаем, куда бежать. Так, направо. Так, ну, пока просто надо убегать. Что-то делать побег. Так, можно, конечно, с ними сражаться. Но нам почему-то магия не сделать мини обратно. Не понимаю, почему. С исцелением и все остальное можно, а мини нельзя. Все, жабу превратить по-моему. Он тоже маленький останется. Ну, ладно, маленький так пройдем. Мы справились. У меня нет времени на отдых. Моя жизненная сила вот-вот иссякнет. Я наложу на ваш корабль заклинание, чтобы он мог опускаться под воду. Что-то интересное. Отправляйтесь в храм времени, что ждет вас под водой у двурогого мыса к югу от Саронии. Там вы найдете лютню Ноя. Зачем она нам? Звуки лютни доносятся даже до мира снов. С ее помощью вы сможете пробудить Унея и вернуть ее в наш мир. Я же должен добыть ключ от Эврики. Когда найдете Унея, постарайтесь отыскать гигантский боевой корабль непобедимый. Идите же, отыщите лютню и пробудите Унея. Мы еще встретимся, юные герои. Дога покидает отряд. Так, и нас давай так же. Я перенеселась наружу с помощью магии. Надеюсь, вы найдете Унея. До встречи, воины. Спасибо. Так, теперь нам можно вернуться. Теперь можно. Так, погружаться под водой. Это что-то интересно. Наверное, не везде. В море же вряд ли мы сможем погружаться под водой. Так, у нас окаминение сделали. Так плохо. Так, магия у нас еще, по-моему, недоступна. Так, шестой у нас уровень. Так, ну и есть предметы. Глота игла. Так, тогда надо сортировку раз. У нас накладывают окаминение. Надо их сюда перенести. Будем часто, будем использовать. Скоро. Так, ну и нырнуть. Очень интересно. А, на нас здесь нападают. Кагура. Это вроде бы не особо-то и мощные, но средние. В общем, победить можно. Это хорошо. 6500. Вот здесь вообще опыт хорошая доля. Так, что нам здесь делать? Получается, нечего, да? Так, под треугольник. Так, а можно зависнуть. Так, мы сначала вот сюда вот. Там будет какой-то есть секрет. Я понял, что где-то здесь. Да, вон, пещерка у нас. Это прикольно. Затопленная пещера уровень 1. Так, 19 сундуков. Так, вы только меня не убить. 240. Приемлемо. Так, это серьезно. Так, ну 6700. Это неплохо. Получается, так, пару боев и уровень лучше, чем там сражался в воздухе. Ламазный щит. Так, интересно. Рыцарь Драгун. Викинг. Так, ну ладно. Нам же не нужен щит. Там сундук. Снизу сундук. Сначала заверну. Придется магию использовать. Так, знаю, молнию лучше убить. Так, не успел ее воскресить. Ладно, кто-то опыт не получил. В принципе, я все равно все бы разбросал. Ничего страшного. Так, если мы без нее пока походим. Заступник. У нас что? О, а так 95. Это у нас рыцарь. Так, я так понимаю, у нас рыцарь возвращается в строй. А, мы уже меня эти продали. Такие щиты, да? Там нефриловые доспехи. Так, мы сейчас глянем. Скорее всего, не получится уже в профессию обратно вернуть рыцарю. Это уровень в профессии 27. И довольно-таки неплохо. Вот это прямо такая отличная. Ай, кровавый нет, продали. Алмазный щит, допустим. Кажется, мне так будет хуже, на самом деле. Даже не посмотрели. Так, ты справишься. И сам первый ударит, он справится. Ну, хотя бы так, ладно. 800, все ему. Типа заслужил. Так, ну так, конечно, не очень прикольно. Без этого. Без всех. Лучше по одному. Сейчас мы все равно посмотрим этот меч. А, кстати, по статусу можно посмотреть. Это на 110. Так, нет. Оставляем. Драду, но все-таки он, наверное, не у него. Хотя бы шмот есть. Да, если что, он прыгнет. Да и будет неплохо. Так, наверное, по ним молнию надо. Да, молнию. Да, молнию, еще всего проходит. Двусторонний томогавк. Это на кого? Тоже атака 90 на викинга. Как бы хорошо, но нет. Так, у нас предметов еще много. 16. Так, у нас предметов. Нет урона. Ой, это оптима будет хорошо. Если что, мы не очень... Они очень защищены. Отличий не тратить. Так, третий уровень. Алмазная кольчуга, воздушный нож. Арфолоки, алмазные наручи. Так, кольчуга, рыцарь, драгун. А драгун, это хорошо. Ур. Алмазные наручи. Так, у нас на белого и черного мага идет. Арфолоки, атака 90. Так, алмазные лучше на... Сколько? На 6 магической, на 5 обычной. Так, пускай будет, да. Так, а это у нас... Драконья алмазная. У драконья так и останется. Так, здесь у нас получается наручи. Алмазные, наверное, тебе дадим. Чуть получше. Ну и все. Так, тебя, наверное. Пока не здесь накалу. Так, еще пару уровней взяли. Наручи силы. Так, а наручи силы, к цепи, надо вот этому сразу дать. Да, отлично. Так, алмазные перчатки, эликсир. Так, алмазные. Рыцарь, дракон. Дракон. Так, алмазные перчатки. Так, защита плюс 2 больше. Магическая на 2 меча. Сила на 1 больше. Странно, хотя наручи силы ведь. Ну ладно, пускай будет алмазные перчатки. Так, уровни летят. Древний меч. Тоже, наверное, этого, наверное. Воин и рыцарь. Атака 80. Может вызывать паралич. Это, наверное, последний этаж. Тут здесь, в принципе, только за шмотками, если сходить. Алмазный щит, алмазный шлем, вино вакха и черная дыра. Ученый дыра, наверное, для ученого. Образует разное и другое измерение. Нет, что-то другое нужно использовать. Увеличивает скорость атаки. Алмазный шлем. Рыцарь, дракон. Так, алмазный шлем. У нас драконий. Да, возьмем алмазный. Так, все у нас. Наценик наценик, и все. А вот у нас там тайный проход еще был налево. Так, вот как специально все в 1 объекте. Это не все. Интересно, если сам прыгнет, сможет он увеличиться. Ладно, сейчас восстановим. Опыта, правда, не получил. Так, нам надо сортировку тоже поставить в восстановление. Бук феникса. Часто умираем. Так, ну, против воздушных они вообще хорошо сражаются. Бонус к урону сразу виден. Чудовище. От дальних такого не было. Перитон. Опять же, он воздушный, поэтому ромпинент проходит хорошо. Так, зал просто нас убил. С тысяч. Копье крови. Так, ну, видимо, не зря сражались. Драгон. Копье вытягивающее взрыва. Утягивающее взрыва врага. Атака 95, точно 90. Прекрасно. Так, тогда мы меняем копье крови. Здесь у нас будет копье воздуха. Так, тебе даем копье. Грозовое. А, ну, здесь так оставляем тогда. Здесь у нас ничего не меняется. Так, еще бы такое дали. Было хорошо. Так, дракон-зомби. Тоже воздушный. Так, вот, воздух. Да, молния. Молния ударить. А, ничего себе. Он восстановился от нашего удара. Так, случайно этот автобой произошел. Так, ну, все, он еще не поможет. Так, почему он его восстановил? Ну, что, это нежить. Из-за этого дракон-зомби. У меня исцеление, по идее, работает как врон. Бьет нам очень больно. Да, 2200. Почему его исцелением хорошо бить? 9500 баллов. Так, а первый, я так не понял, потому что мы эгидо. Что-то не так с оружием было. Так, копье вытягивающееся от заврага. Так, как он, получается, был нежить, то есть, поэтому мы не могли... Это плохо. Так, если мы сделаем тогда... Так, сначала воздух, потом копье крови-то, конечно, ничего не поменяет. Но все же... Сейчас посмотрим, как работает на других чудовищах. Продолжение следует... 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 будет вообще молот тритона так смотрим что нам дали эгидра у нас щит я так понимаю щит защищающий защищающий от окаменения и превращение в жабу молот тритона молот наделенной силой воздуха атака 110 точность 85 выносилась плюс 5 гигант газница вечно на за чудовище губы смерти он сидим был и прошел кто дали города больше 1 автор 1 у нас прокачались зеркальная корчуга интересно защита 30 уклонения манической защиты интеллект 2 госпехи которые сполна оправдывают свое название зеркальная лица драгун викинг так плюс 30 посмотрим у нас плюс 40 устойчивая перед новыми бронями защищающая от превращения в жабу драконичь чешуя успехи изготовлены из драконичь чешуи решит 35 попробуем зеркальную смотрим как это будет у нас выглядеть в бою что урон будет от зеркалить так все мы собрали 19-13 в принципе здесь получается больше делать нечего просто типа некой такой сокровищица потопленная пещера нет госпехи у нас не от зеркалей ничего ладно пускай пока будет они с магическая защита у нас нападать он будет очень слабо хорошо упадает неплохо нам нужно тут поплавать на есть ли смысл искусственно вплывать весь континент претли здесь где-то еще будет у нас что-то несколько мест посмотрим если что нам напомнить куда можно погрузиться так же как здесь проект треугольный предтреугольный остров нам рассказали же попробуем здесь приземлиться так странно походу нет пока отсюда может тоже можно в магии посмотреть обзор действительно можно затопленная пещера так получается только слева там у нас есть место она правильно получается под городом то что она идет и вот слева еще снизу сюда мы сначала слетаем все здесь получили а вот здесь у нас что-то так вот здесь кто проверит то что у нас был там изначально кристалл какой-то это тоже непонятно что это у нас пару мест заценим да и не потом станем погрузиться одни сразу в любом случае и изучаем и прокачиваемся с нас монстрами несложные опыта дает хорошо но и победить их несложно вообще хорошо ли тут то при этом урон наносит по одному ну почти по одному так мы видим нет делать здесь нечего вряд ли будет по ходу так все-таки интересно сюда сначала слетаем посмотрим что у нас именно здесь папа подводные карте написано что еще ты есть так на точнее не что то есть получается как это камень что-то так это прямая с ничего может потом еще ниже вода опустится но так похоже здесь ничего нет так интересно посмотреть на наш летающий континент как он теперь выглядит когда вода опустилась так вообще-то я сюда не очень хотел если нам не опуститься и на здесь нам делать нечего так вот сюда опустимся смотрим у нас здесь какой-то проход есть на здесь и и и и